Привет, друзья! Вы сейчас слышите не того человека, который видите на экране, точнее, не те слова, которые должны звучать на экране, а человека, сидящего по эту сторону монитора, рассказывающего вам о том, что произошло, собственно, в серии между предыдущей и нынешней, потому что эта серия благополучно коряво записалась. Она записалась абсолютно без звука, полная тишина, и я решила, что нет смысла это выкладывать. Я просто-напросто сделаю перебивочку, покажу главные кадры, покажу, какие миссии выполнила, подставлю музычку на задний фон, а те, кому интересно, будут в ключевых моментах останавливать, прочитывать диалоги, озвучивать их у себя в голове, соответственно, ну и как бы понимать, что именно происходило. Сейчас я вам показываю первую миссию дополнительную, которую взяла в городе, затем показываю вторую миссию дополнительную, которую взяла в городе, про двух торговцев, которые ссорились между собой и просили меня принести им какие-то необходимые детали с машин. Нужно было выбрать, какую именно деталь принести и, собственно, за что выручить деньги. Далее я показываю вам момент выполнения одного из побочных заданий, которые уже у меня имеют. И во время выполнения этого задания я, собственно, приручила Пилозуба, как вам и обещала, как мне и хотелось, он начал драться на моей стороне, я была поражена, насколько восхитительно и грациозно дерется этот кот, но затем, совершенно случайно, в разгаре битвы, в пылу, так сказать, сражения, я его задела, палкой ударила, он психанул, начал в обратку атаковать меня. Я не ожидала. Сначала даже не поняла, что именно произошло, он в будущем убедилась, что именно задела его во время битвы, потому что конь один, которого я приручила, также оказался у меня на линии огня и, по-моему, даже взорвался на моей помпочке в каком-то сражении, или когда я пыталась протаранить ворота миссии, да, когда я пыталась протаранить ворота миссии, ну и начал меня в обратку атаковать. Да, я поняла, что с Пилозубом произошла та же самая ситуация. Собственно, я выполнила миссию про священных каких-то обителей, я выполнила миссию для торговцев. Священные обители, это когда нужно было три аванпоста старой веры, что ли, освободить. Вроде бы, да, именно так. Затем я пошла и помогла лысому мужику, которого мы с вами вызволяли из темных карха, из рук темных карха. Помните, если то его семья все еще находилась у них в плену, и Олин попросил освободить свою семью для того, чтобы чувствовал собственность в безопасности, чтобы его семью не убили, и чтобы он не продолжал служить кархой тьмы, потому что ему приходилось это сделать из-за того, что они угрожали расправой. Очень сильно извинялся перед женой, говорил, что по гроб жизням не обязан, тем не менее, Элой сказала, мол, Олин, давай уже дуй со своей женой домой, хватит, не преувеличивай, ничего ты мне не должен. Главное, не попадайся больше на глаза, уж тем более старайся не вступать на сторону зла. Собственно, то же самое сказала ему его жена Олин, возьмись за свою ороговевшую бороду и топай за мной. Чуть-чуть дальше я решила, раз уж начала доделывать какие-то дополнительные миссии, которые у меня уже давным-давно висят в заданиях, я вернулась к выполнению поиска, поиска девушки, пропавшей из племени Нора. Её брат, если знаете, послал разыскать её, на кое зовут девушку, и я думала, что нужно будет защищать лагерь разбойников, но когда я пришла на авампост, оказалось, там стоят всего лишь три солдата, которые действительно отлавливают Нора, человеков племени Нора. Мне нужно было всего лишь убить их, что, собственно, я и сделала, и дальше по следу протараниться на лошади в ворота. Но, как оказалось, ворота не разбиваются, собственно, именно в эти ворота я кинула бомбочку, когда моя кобыла начала на меня нападать, я думаю, что это сделали после обновления, потому что раньше я атаковала своих бегунов, своих лошадок, и ничего за это не делали. Ну ладно, ничего страшного, главное, что мы пробились внутрь, я убила всех воинов внутри, которые охраняют пленников, нашла других ребят, которых также держали под землёй, нашла на кою. И на кое, собственно, рассказала мне то, что её захватили в плен, что её не отпускали сразу, что её не убили сразу, только лишь потому, что военачальник очень любил над ней издеваться, это именно из-за того, что она его прилюдно унизила, он каждый раз проходил, порол её, что-то там ещё делал, как бы, ну, типа, ничего какого насилия там не было, только лишь издевательность, насилие было физическое в плане битвы, так сказать. На кое, в конце концов, получив свободу, убила его, и именно в рабстве они продали как раз из-за того, что из-за множественных побоев она теряла товарный вид. Очень много её, в общем, пришлось пережить, но когда Элой начала расспрашивать на кое, мол, ты извини мне, что ты так долго шла, тебе, наверное, сейчас дико тяжело, на кое сказала, нет, братьюнь-сеструнь, всё в порядке, я отомстила за смерть отца, за смерть своих родителей, так что я очень даже довольна, не переживая на эту тему. Следом за этим я пошла, и по пути к оригинальной миссии захватила длинношеи, очередной. Нам осталось их всего два на карте захватить, если не ошибаюсь, их пять, из них три мы с вами захватили, было несложно, нужно было только зачистить лагерь разбойников, и вот тебе полкарты ещё открылось. Следом за этим добежала, конечно же, до миссии основной, и нашла маленького мужичка с разбитой головой, а наш панк-мужик сказал, что возьмёт с собой ораву солдат, и по наставлению разбитого головного мужичка мы пойдём по карте для того, чтобы найти его сестру, ну, то есть найдём секретное место врага. В секретном месте врага обитали связанные звери. Элой говорит, мол, они мне помогут туда-сюда, и вдруг я поняла, что я не могу их оглушать, у меня не прокачан скилл оглушения атаки. Я поэтому немножечко их освободила, встала в уголочек и сидела просто смотрела, как пила зубы, как птички разрушают целую армию вражеских солдат. После этого, спускаясь в подвал, Элой была оглушена каким-то непонятным прибором, на неё оттуда начал нападать мужик выходить, ну, естественно, потому что непонятно прибор сработал как сигнализация, он сказал, что убьёт всех, кто попытается пройти внутрь, но, естественно, ничего не вышло, и Элой вместе с панк-мужиком раздробили ему ноги. Ха-ха! Забрали затычки в уши, прошли внутрь, а оказалось, что сестра панк-мужичка лежит именно там. Она была в ужасно отвратительном состоянии, её также пытали, как и на кое, только если на кое периодически избивали, скажем так, царапая колени да локти, то это была вся в крови, у неё несколько сотрясений, кровь из носа, из глаз, из ушей. Из ушей не мудрено, учитывая, что такой огромный-огромный аппарат подавления воли на неё дул ежесекундно, ежеминутно, каждый день. Она рассказала брату, что изначально знала о засаде, просто не хотела его втягивать в это дело, потому что боялась потерять, собственно. Думает, я сама разберусь, нахрена нужно мне с собой вести целую армию короля солнца? Ну и поплатилась за свои предубеждения. К сожалению, она не выжила, сестра панк-мужика умерла, и он очень сильно расстроился, пообещал за неё отомстить, что не мудрено, и тут же миссия закончилась. Нужно было брать её, скажем так, заново, идти по миссии и продолжать уже захват, точнее, наоборот, отбивать захват. Дервал хотел нападать дальше на короля солнца, хотел взорвать город короля солнца для того, чтобы показать, что власть здесь ничтожна. Панк-мужик взял себя в руки, надел очень смешную броню с большим толстым пузиком, а королю солнца мы тем временем рассказали, отчего умерла сестра панк-мужика. Он сильно расстроился, но обещал, что дорвал за это отплатиться. Попросил только опять же взять его живьём, сказал, что лучшие в племенах, над которыми он издевался, над ним будут также издеваться. Собственно, Элой была не против, и с мужичком смешное пузико мы зашли раскидывать взрывчатку вниз, для того, чтобы она не разорвала половину города. Мужик мне помогал, он скидывал взрывчатку вниз, и, собственно, она где-то там, под мостиками, в воде, бомбанула нехило, дымочек запустила, ну и, собственно, разнесла одну всего лишь вышку, хотя могла разнести, как я вам уже сказала, наполовину города. Элой была не уверена, что они с панк-мужичком выживут в этой ситуации, но всё обошлось, слава богу, хорошо. И из-за этого мы потом сможем с вами выполнять далее миссии сюжетные. Бомбанула знатно, но не так знатно, как хотелось бы, повторюсь. И меня это безумно обрадовало, потому что следом вышла миссия, когда нам пришлось следить за Дервалом. Мы выследили его секретный путь до замка, уничтожили вражеских солдат, которые пытались охранять территорию спиной стояк Элой. Лучшие в мире охранщики, охраннички, мои сладкие зайчики, пусечки. Позже я, конечно же, по пути до Дервала не забывала собирать грибы, извините, что вам это приходится смотреть. Оказалось, что грибы лечат здоровье, чему я, собственно, была рада, так как весь мой карман здоровья был пуст. Дервал хотел подработить силу короля, поработить силу его стражников, тем самым уничтожив половину города, показать то, что теперь царь-король здесь он. И что не будет передаваться больше по наследству правление в большом городе. Но, к сожалению, его план, соответственно, не сработал. Когда он нажал на взрывчатку, ни хренушечки в городе не взорвалось, уже был какой-то маленький дымочек издалека, о чем ему сказали прислужники. И Дервал, молясь, взбесился, сказал, что этого быть не должно. Но у него прям-таки напала маленькая ярость. И после того, как он побежал разбираться, что же произошло с огненным пожаром, который должен был произойти, но не произошел, Элой сломала машину подавления воли. Только почему-то солдаты короля тут же после этого не стали. Ну, типа, да, вам было плохо, но это не значит, что вам нужно лежать дальше и мучиться. Собственно, Элой побежал ловить Дервала одна. У него была какая-то звуковая отбрасывающая пушка, но мне было несложно, я все-таки смогла его повалить. Однако Дервал сообщил о плане Б и натравил на меня железных коршунов. Я покажу вам всего лишь троих, как я с ними боролась, по-моему, или четверых, не столь важно. Но вообще-то их было штук восемь. Я сначала убила четверых, после этого прилетели еще четыре, и я их тоже, естественно, победила. Стрелы огненные у меня кончались, но по кругу были разбросаны сундуки, в которых несколько огнежаров я нашла. И благодаря новым огнежарам получалось уже порабощать коршунов благодаря огню. Ну, если ты стреляешь в них огненные стрелы, они, соответственно, не оглушаются, падают, взрываются. И таким образом есть возможность подойти, нанести критическую урон. Или, может быть, прицелиться получше, потому что не то, чтобы я хороший снайпер, знаете ли, с геймпада. Мне приходится все-таки немного прицеливаться. А эти коршуны летают вправо-лево. И все-таки сложности они называли. Но после этого я подошла к Дарвалу, начала рассказывать, что во всем спряталось. И, наконец-то, раздуплились стражники короля солнца, в том числе и панк-мужики. Дарвал провоцировал его, мол, давай, давай, я в тебя верю, разможи мне череп. Но король солнца внезапно своим авторитетом подавил все мужские начала панк-мужика. Мол, нет-нет, ты знаешь, мы с тобой договаривались, что над ним должны издеваться племена, над которыми издевался он. В принципе, это довольно-таки суровая награда за жизнь. Ну и, собственно, панк-мужик согласился. Говорит, ладно, слушай, ты прав, там ему будет гораздо-гораздо хуже. Собственно, после чего Элой поговорила с королем солнца. Король солнца очень долго его спрашивал про сестру панк-мужика. Мол, мне очень жаль, да, мы были нечто большее, чем просто друзья, у нас были секретные отношения. Но, если хочешь, можешь остаться теперь ты при дворце. Он как бы напрямую ни на что не намекал, но сквозь строк вполне себе читалось, что если ты останешься, то, собственно, станешь моей новой ухожаночкой. На что Элой ответила, мол, извини, король, но мне нужно бежать. Наши с тобой предназначения на этом разойдутся. И я была очень удивлена, потому что искренне верила, что панк-мужик будет ко мне подкатывать на эту тему. А панк-мужик тем временем просто-напросто остался хранить свою сестру. Он сказал, что, возможно, мы когда-нибудь еще пересечем с Элой. Прости, я буду рад с тобой пообщаться. Всем привет, друзья! С вами Ева, это, разумеется, я. И мы продолжаем играть в Horizon после той самой начальной серии. Ну, то есть после того самого начала, от которого я не в восторге, конечно. Но, к сожалению, по-другому никак нельзя было исправить ситуацию. Спасибо вам большое за понимание, спасибо за то, что вошли в мое положение. И прекрасно оцениваете ситуацию, насколько же было сложно сделать хотя бы это. Итак, еще раз большое спасибо вам за то, что снова подсоединились к нам. И ко мне конкретно. Вау. Да ладно, я просто ускочу, чуваки. Как и всегда, собственно. Как будто бы я хоть раз, хоть в одной серии с вами связывалась. Наверняка те, кто смотрел серийного стопа, у меня особенно сейчас скажут, что да, да. Да, Ева, было такое несколько раз. Не зря эти парни тебя боятся. Вау. Наметели, какой красивый лес? Охренеть, вот это красота. Я немного попрос. Вау. У нас тут прям какие-то скачки с препятствиями. Я всего лишь бегу на флажа. Небольшую шумочку. Наверняка имелся обходной путь. Но кто же его знает. Я хочу отправиться сейчас по дополнительной миссии в деревню Банук. О, кстати, мы опять вошли в заснеженную территорию. Ой. Ой-ой-ой. Все мне не рады. Так вот, мы наберемся до лагеря Банук, чтобы узнать, каким образом они, собственно, приручают ребят. Приручают решельцев робота. О, вот это страшная хрень. Это, по-моему, падальщик. Никогда я его так вблизи не рассматривала. Шаман, вы тоже пытаетесь понять машины? Да, Нора. И я решил никуда не торопиться. Между нами и духами говоря, я рад передышке. Между нами и духами говоря. Не только от машин. В Бануре много чего переменилось. Охотники и шаманы спорят без конца. О чем? Как жить в этом суровом мире? Охотники не хотят, чтобы все стало как прежде. А нам, шаманам, становится все труднее находить объяснение. Многим из нас пришлось уйти, а многих из нас изгнали. А здесь никто не спорит. Так что я очень рад. Я ни слова не поняла из того, что он сказал. Бред какой-то. Здравствуй, Нора. Прям на голову спрятал. Я Тикук. Тикук. Шаман. Сисяк. Я никогда такого не видела. Голубое сияние здесь сильно. Мои родичи спустились с вершин Банура, чтобы воочию... Смотрим, прошит какой-то хрень. Это сияние. Свет. Духов машин. Оно окружает нас. Оно везде. Повсюду. Так было и раньше, пока они не разъярились. Я знала про помешательства, но не знала, что машины могут быть кроткими. В чем тут секрет? Мы сами не знаем. Мы поем и слушаем. Слушаем песни машины. А что насчет котлов? Машины поют вам? Друг другу. Ты же охотница. Наверняка слышала. Их призывы и песни. Их крики и кличи. Смысл закрыт от нас, но мы, шаманы, ищем разгадку. Что за песня вызвала гнев? Почему они разъярились? Что за песня их усмиряет? Может, она и звучит здесь. Только мы ее не слышим. И как нам исцелить мир машин? Текук, здесь не проходили другие странники? Да, из Озерам. Да. Они были убеждены, что у машин произошел сбой. Как будто это просто неисправные устройства. Ну, так Озерам видят окружающий мир. Поели с нами. А когда убедились, что все это нельзя объяснить, ушли с северным светом. А с этим что? Когда я шел сюда, была буря. Вначале я решил, что это ветер воет, ударяясь о замерзший лик горы. Но нет. То была песня Громозева. Он присел на задние лапы, без движения, и я укрылся под ним. Когда буря утихла, стихла и песня. Быть может, его дух покинул оболочку. А может, он просто погрузился в сон. Мы не стали разбирать его тушу на части. Отнеслись к нему с должным почтением. Чем, интересно, она говорит, я займусь? Приходить и подкасаться к ним. На нашем стадо могут и другие. Мы прольем первую кровь. Видеть машины. Ого. Нашла, с кем можно полагать. Так близко, это... Дерьмова. Что-что? Дерьмо мерзлое. Я шла за Лиходеем, гналась от соперников, где он убил великого охотника, разорвал его. Я приняла этот вызов, но вдруг Лиходей присмирел. Так ведь это хорошо? Тикук говорит, это дар. А дар это незаслуженная награда. Машины должны нас испытывать. А теперь я сижу тут и пасу шаманов. Окей. Не очень тут она рада. Итак, при помощи визера нужно поискать сигналы. О, нашла. Вот он, сигнал. И его источник на вершине горы. Надо выяснить, что это. О, вижу где. Давай, давай, давай. Подумаешь? Забираться. Как будто бы не забирала сильно миллиард раз наверх. Ну смотри, это они к ним дружелюбно относятся. Волдар и все такое. А про меня ни слова не было сказано. Еей! Как хорошо, что вот в этих местах мне даже не нужно нажать никакую кнопочку. Не то, что Дайян. Я не устаю напоминать об этой страшно, страшно забагованной, неудобной игре. Здесь я просто жму наверх и она карабкается и делает все, что мне нужно. Оп. Хороший. Костер. Я не видела костра. Хорош. Опять сама зацепилась. Кажется, где что-то есть. Добрый день, источник сигнала. Я уверена, что это действительно нужно, учитывая, что они ведут себя недружелюбно. Они стоят и кричат там. Может, у них там сезон спаривания, знаете, как у львов. Когда у львов сезон спаривания, так к ним лучше вообще не подходить. Подозрение, что я тут не выживаю. А! Поверху, наверное, надо было идти. Но вроде нет. Ну, главное не выстреливать, да? Они же типа песни поют. Да, сюда. Что ж, ждут? Ну что ж, это хороший знак. Тут недавно только бывало. Это что? Глаза? Мне тут голосов. Они поют ли тебе? Блин, их можно разнести сейчас очень быстро, очень хорошо. А они, болваны, решили отнести его в смоленой утес на торге. Но оно и так повреждено. Как будто свалилось с неба. Наверное, так и было. Космическая вещь. Мы говорили им, чтобы они его не откапывали. Без него ведь всех в этом лагере перебьют. Космический мусор. Я их остановлю. А вы убирайтесь отсюда. Вы уже и так наломали дров. Ну, с этим не поспоришь. А может быть, заберем у них что-нибудь? Смотрю, у них тут лежат ништяки. Да, отлично. Это озера. Ну-ка, потом не нужно ему таких и так много. Я должна особо знать, для чего они делаются. Все берег подпустили. Сборище тупик. Что вы сделали? Ах. А ты кто? Ты явно не банук. Опоздала. Дайте посмотрю. Постой, постой. Это наша добыча. Мы нашли. Хочешь эту штуку? А сколько за нее дашь? Даже не знаю. Это была твоя идея. Сам начал, сам и заканчивай. Ладно. Может, это и лом. Но и у лома есть цена. Ну, сколько ты за нее дашь? Она подороже твоей жизни. Хочешь поторговаться? А, ладно. Зачем только тут с тобой пятки морозил? Как будто бы у тебя был выбор. Стояла и копала. Мы все испортили. Очень протест, совсем поражено. Движный фрагмент поврежденного кода. Это было очень давно. И все это время сигнал медленно затухал. Нужно вернуться в лагерь. Пока машины его не разгромили. То есть, они не виноваты, да? То есть, если что и произойдет, то только лишь потому, что сигнал со временем сам по себе утихнет. И машины перестанут его слышать. И именно поэтому начнут атаковать. О, смотри, коршуны улетели. Не, я это умею... О, уже, по-моему, началось. Да, уже началось. Уже началось. Ага. Don't worry about it. У меня же есть этот. Там моя лошадь стоит. Она сейчас будет их защищать. О-о-о. Господи. Машины разозлились. Да-да. И приближайтесь. Охотники, защищайте лаки. Делайте, что должно. А это я в свою лошадь, да, наверное, запунтолила? Лошадь, help me! Лошадь! 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 Ты помогаешь? Э-э-э. Не очень, да? Рычай, искайся! Я тебя не волюсь! Настроение определенно улучшилось. Настроение державы улучшилось. Ты знала, что нас постигнет эта перемена? Нет, не знала. Но я знаю, что мир меняется постоянно. На сей раз виноваты чужаки. Те Азерам думали... Азерам не думают. Не желают постичь равновесие между нами. Между человеком и машиной. Голубое сияние пропало. У нас осталось много песен. Но большинство из них скорбны. Что теперь? Вы вернетесь домой? Когда мы учим наших детей ходить по льду, мы говорим. Сначала ставишь одну ногу, затем другую. Логика. Может, однажды нам и откроются... А я думала, типа, разбегаешься и плюхаешься животом на лед. Лучший способ. Тикака! Сисипука! Все, что ли? Вернитесь к Вилгунду. Это самый мужик, сквозь которого пришлось проходить. Странница! Не хочешь заран... Стой. Я тебя уже видел. Ты вернулась! Какие вести? Не дешевые. Ну, этого я и боялся. Смирные машины. Мне трудно объяснить, но их усмирял один сигнал. А твои люди все испортили. Дурное дело я себе выбрал. Надо было оружием торговать. Вот это прибыльно. На, держи. Половина моей платы тем олухом. Половина? Я сделала работу. И что там было? Якобы мне хватит на платье. Что ты хочешь? Шелков? Вечно бабы норовят в кошель влезть. Сердце выскребит, что у меня рузильная вода и огнежар. Ради этого я ходила. Ах, не то, чтобы мне это было очень нужно. Сердце падальщика. Да-да-да. Я уже с ума схожу от неизвестности сюжета. То есть да, мы выполнили две маленьких ветки из трех сюжетных. Осталась вроде как последняя. Но у меня прям-прям... Ммм! Самая интересная ветка! Самая интересная ветка! Что же там? Что же? Что же случилось с машинами? Ну, то есть понятно, что они перерабатывали все в биотопливо, но... Мысль не дает мне покоя. Ты мой сладкий. Починенный даже. Вау. И рога поменял. Молодник. Мы прям туда идем? Какому-то большому-большому страшному монстру. Оу, цветочек! Вау! Так просто... Вау, похоже на танк. Заметили? Смотрите, как будто бы дуло какое-то торчит. Классный парень. Булин тут реально была какая-то битва. Причем с большими машинами. Ленточный червь! Большой железный ленточный червь. Как же он там в запись вербит? Ты, наверное, жестко. Ууу, прям танки. Маски. Вау. Ух ты, ух ты, ух ты. Они и внутрь пробрались. Пока что только один был, а? Здесь где-то лежал. А, это человеки. Бывшие человеки. Очень похожие на человека. Яна! Яна? Битва. Застывшая во льда. И во время. Тебя-то я сначала не видела так. Я не могу. Все готовы. Теперь надо тут осмотреться. Титан приближается. Делаем галфокронер. Защитная система его парализует. Мы подходим. Отсекаем конечности. Завевает лавилью. Да, ты что не делаешь? Что-то что-то не делаешь. Ребята, ребята! Вперед! Ты это видишь, Сайленс? Ну что ж, вот так оказывается выглядеть свободно. У нас 30 секунд. Особо. Успеет за это время доделать свой рассвет. Неужели все? Скажу откровенно. Для меня было честь услышать рядом с этими танками. Сайленс, ты это видишь? Что именно? Все эти солдаты. Здесь погибли. Люди гибнут каждый день. Молодец, что-нибудь заслуживающего внимания. Нечаско погибло, как будто бы заморозили все. Жильяне можем отбить, он нас сметет. Мы должны дышать, и оттенить противника. Операция свободы. Что это такое? Что бы это ни было, закончилось все плачевно. Да. Кто же об этом подумал? Такой себе конец у ребят. Я говорю, по-моему, их заморозили, как будто бы у разум. Ну что я могу знать? Скорее всего, этого не было там. Просто, мне кажется. Просто, мне кажется. Хотя их могли, на самом деле, сжечь. А потом они уже... Будут переоперейши. Ах. А потом они уже замерзли. Ничего, что они боролись с этими ящерками большими. Там, по-моему, что-то лежало, если я не ошибаюсь. Вау. Что у нас тут? Потертый жетон. Ну, это понятно. Это просто безделушка. Блин. Еще бы чуть-чуть, и я бы все. Тут воды, дохрена. Вот, больше всего я не люблю воду в играх. Тут плавают? Вроде как нет. Это какой-то большой разрушенный монстр. Очень большой. Здесь, видимо, спали солдаты. Похоже на общий дом в сердце матери. Нет. Похоже, это просто разрушенная хрень. Запись. Третий бой за Калифорнию и Марин. Рой шел с Тихого океана и, не знаю, то ли местное оболчение, то ли ребята из Безумной Пятнадцатой. Подпалили мусорное пятно. Ах. Все море полыхало. Это было как... По ботам в первом эшелоне стекал горящий шлам. Мы выиграли час-два, долбили их на берегу, а потом Рой перестроился. Мы замалили их в глубь суши по Гайанским кварталам. С насули и местами били электромагнитой. Стандартная тактика. Когда я была в Калифорнии, мне было лет пять-шесть. Там обещание, как тот винтажный фильтр для социалок, который все ставили в сороковых. К первому бою на восточном побережье мы долго готовились. Это было еще до Калифорнии и Марии. И по востоку прогнозы были куда хуже. Три недели нас гоняли в какой-то прибрежный городок, чтобы мы тренировали ополченцев. Все время шел дождь, ведь Европа удоверила. Целый квартал из сборных казарм. Их печатали вплоть до того момента, пока не ударила основная группировка. Полченцами мы проводили занятия на их родных улицах. И делали вид, что если они усвоят приемы, смогут умереть где-нибудь в другом месте. Хуже всего, что некоторые в это верили. И все спрашивали нас про новый рассвет. Как будто мы знаем больше них. Честное слово. Чем дальше, тем больше мы сами походим на ботов. Только вот они с каждым боем умнеют. А насчет нас я не уверен. Этси, мне приказали напомнить вам про параграф 115 устава базы. Про нецелевое использование процессорных циклов. А конкретно про пункт 115 сет. Голографические симуляции, не связанные напрямую с боевой подготовкой. Считайте вас предупредили. Можете играть дальше. Ну это, как например тогда, когда мужик получил голографическое сообщение от своей дочки. Ну, точнее отправил своей дочке. Поздравляю с днем рождения и так далее. На службе время летит быстро. За 4 месяца уже сколько? 20 высадок? По всему западному побережью. Сами тут рекруты из гражданских, щуплые мальчики и девочки. Никакой подготовки. Вот вам излучатель. Уведите бота, стреляйте. Но все равно как-то держится, ребята. Мы с шестой блядой завалили бора на Литиум-Бич. Пришлось потом быстро отступить, но как-то громило вспыхнуло. Надеюсь, это показали в новостях. Пусть им не знают. У нас все-таки есть шанс. Надо только выиграть время для нового рассвета. А потом все снова станет как прежде. Не совсем не прежде. Но как бы люди будут жить. Знаю, я давно не отвечал. Прости меня. Операции теперь дляться подолгу. Воевать все труднее. Рой научился предугадывать наше действие. У них была мебель из железа? Разве это удобно? Это был железный мир. Видимо, они так привыкли. Как семейный бизнес в тяжелые времена только. А это не семья. Тебе нет рядом. Я пытаюсь разглядеть наше прошлое в глазах других людей. Я помню, когда они еще были рады нас видеть. Когда еще была надежда. Теперь ее все меньше. Я уже не узнаю места, которые мы обороняем. Я сражаюсь не за них. Я сражаюсь. За тебя. За обещанный новый рассвет. Что бы это ни было. Всего одна кровать. Вчера вечером мы разговорились в финале 55. Я тогда была пацанка всего пару лет как из учебки «Общий сбор в ангаре для дронов. Лето, на небе не облако, жара убийства». Нам говорят, что корпуса с живой силой распускают. Теперь везде будет автоматика. Мы устарели. Палара на свалку еще миллион. На базовом доходе столетнюю рецессию. Типа помогать строить роботов, которые отняли у нас работу. А кто умеет мотокостюмы пахать, может податься туда, где еще нужен ручной труд. В океанскую экономическую зону или в Китае. А там выйти, положение, наши проблемы. Может, это комната и их вождя? Ау. Провода идут к источнику питания. Ценные сведения. Вы все спрашивали, как запомнить алгоритм перезагрузки геотермальной системы? В общем-то, птица летит на север летом, на восток весной, на запад осенью и на юг зимой. Не ожидали услышать поэтическое послание природе из УЗ техника Майка? Молодец. Умничка. Выбирайся только теперь обязательно. Я такого с самого детства не видела. Наверное, какой-то шифр. Может мне просканировать объекты в этой зоне? А! Ну тут, типа, наверное, вам показано, как держать. Не, не, не. Ритхабеля, три источника. Это первый. Хорошо. Мне теперь нужно вниз вроде как. Нужно прям по очереди было сделать. Я просто думала, может быть, нужно как-то немного их раскидать, как весна, лето, осень, зима, но нет. Да, хорошо. Вроде сработало. Это было несложно. Но просто единственное, мне немного расстраивает то, что не нужно было выстраивать их по очереди, как весна, лето и тому подобное. Всего-то сделаю то, что говорит техник Майк. Никакой тебе симуляции. Скрам. Да только дурак бы не услышал. Сколько у меня их уже? Три штуки или сколько? Да, пушка откуда-то прилетела. Да-да-да-да-да-да-да. Что, что мне делать-то ничего? Ну вот. Сразу надо было понять. Она полезла наверх! А вот этот как раз с листушки вроде кидает. Да-да-да мне понравилось. Почаще бы так. Конечно, мешок набит. Говна туда накидала всякого. Мне туда телепортироваться или что? А, окей. Чисто теоретически я могу схватиться за этот камень. О, хорош. Я уж думала, она пролетит мимо. Эймс, я знаю, что шлю весточки слишком часто. Просто я горжусь тобой. Мы все тобой гордимся. Нас переселили на 10 километров вглубь материка на всякий случай. Школа пока работает. Слежу, чтобы Андрос и Реджи делали уроки. Нам не говорят, где ты сражаешься. Но когда над нами пролетают транспортники, дети выбегают и машут. Я верю в тебя. Я знаю, мир уже никогда не станет прежним. Но я верю в тебя. Я верю в нас. Вау. Вау. Тут может быть выход? Думаете. Или мне пока не стоит тасоваться? Даже Элой это знает. И вот так он выглядит издалека? Обсудим это в другой раз. Не отвлекайся. Роботы Фара заполонили мир, пожирая все на своем пути. И как-то Элизабет их остановила, пока не стало поздно. Но как? Сейчас узнать. Даже так? Вау. Я думала, все. Открылась дверка сразу после того, как я посмотрела на большой шарик. Слушайте, ну на самом деле меня радует то, что Элой знает земля шар. Я повторюсь, даже Элой, учитывая, что сейчас, в 2017 году, у нас внезапно люди начали доказывать, что планета плоская. Плоская, мать твою. Есть даже определенный тип людей, которые крафтят личные ракеты, чтобы отправиться в космос и убедиться в плоскости Земли. Какая страшная херота. Затмение со своим железным бесом. Они же не решили его пробудить. Ну, судя по всему, так и есть. Может быть, по-моему, пока не фото. Он уже потихоньку прегут. Солнце и тьма! Еще один ходишь. И он двигается. Ясно. Ой. Ой-ой. Прошу прощения. У-у-у! А, эта штука, оказывается, взрывается. Ммм, ладненько. Упс, упс, упс. Куда бы мне спрятаться? Может быть, вон те железные штуки не разрушаются. Ладно, я буду просто прыгать по кругу. Ладно, или поздно. У него закончатся припасы, или ему надоест, или он потеряет меня из виду. Что-нибудь произойдет. Может быть, он пристрелит кого-нибудь из своих. Ух! Ты че, ты че тяжелой? Серьезно, ты решила с ним драться в рукопашку? Ну, по идее, сейчас нечем стрелять, да? Ну, есть как бы. Но он меня больше не будет палить. Ну, а еще вижу. Наступи на бомбу. Не, хорошая. Вот, у меня еще есть немножко бомб. Вдруг, смотри, что у меня есть. Ничего себе, тут вдруг у меня тоже нашелся. Нет! С ума сойти. А ты одного забила, заметила? Они, значит, не могли всей толпой забить. Странно, что эта дверь не могла открыться раньше, а? Ух! У нас ручонки мои бедные вспотели. Что, тут ничего нет? Нет, я думала, тут прочитать, что можно какую-то информацию небольшую. Ага. Тут вроде как пока ничего нет. В этих комнатах по-любому что-то будет. О, еще одна ништяковая комната. Относительно. Лишняя тяжесть. Доктор Собек, как и ожидалось, на участке вычета произошел прорыв. К вам идут пять титанов класса Гор. Контакт через 34 часа. У меня все готово, генерал. Пришлось кое от чего отказаться, чтобы успеть, но... Функционально проект готов. Поехали. Значит, операция «Свобода» была не напрасна. Да, будь у нас хоть на один меньше. Я выслал вам шифрованный файл. Пожалуйста, внесите его в архив. Я... Да, я постараюсь. Что в нем? Заявление. Признание вины, так сказать. В чем вы признаетесь? В течение последних полутора лет я руководил самым массовым истреблением военнослужащих и гражданских лиц. За всю историю. Чингисхан, Гитлер, Сталин, Сарабелла. У них всех вместе не было столько жертв. Не вы их убивали, генерал? Не я лично. Но я бы не дослужился до высшего звания в армии США, если бы возражал против ее автоматизации. Еще до роя, доктор, я прокладывал дорогу смерти. Словом, я не хочу, чтобы все это кануло в лету и забылось. Я выслал полное признание. И пусть потомки рассудят, кто был прав. Я все сделаю, генерал. Но вы должны понимать, если бы не ваши действия, наши действия, не было бы вообще никаких потомков. Возможно. Доктор Собек. Вольно, генерал. Прощайте. Черт подери. Вау. Спасибо, доктор Собек. Садитесь. Что? За что благодарить? Вы ее слышали? Доктор Собек четко обрисовала ситуацию, генерал, и предложила нам выход. Мы должны быть благодарны. Это же... Я просто... Господи! Может, обсудим внести? Это я! Никакого обсуждения не будет. Вы видели расчеты? Пара обеспечит финансирование, но на его деньги не купишь время, необходимое для завершения проекта. Время. Мы будем покупать кровью. О, какая чушь! Модернизируем флот, взломаем как-нибудь коды. Вы что, не слышали? Ваша армия роботов теперь ничего не стоит. Среди хакеров этот Рой – хищник высшего порядка. Он легко перехватит управление любой вашей автоматикой. Но это... Мы что, бросим гражданских в мясорубку? Послушайте. Противник воспроизводится быстрее, чем мы можем его убить. И пожирает биомассу вместо топлива. Новый рассвет – единственный выход. А, ну то есть раздадим всем гражданским, у кого хватит сил по рельсу трону. Покажем, куда нажимать и отправим на фронт. И вы думаете, они пойдут? Да, если будет за что сражаться. За новый рассвет. Секретное супероружие, которое нас спасет, только если человечество сумеет выиграть время для доктора Собек и ее команды. В файле, который я вам рассылаю, изложен план операции «Свобода». Операции? Это же преступление! Да, неприятно, но хоть что-то. Альтернатива хуже. Доктор Собек, я реквизировал для вас списанный космодром в штате Юта в качестве базы для нового рассвета. Места там много. Когда приступите? Я отправила вам список альфа и бета-кандидатов. Большинство живут в других странах или на корпоративных владениях, что осложняет... Не волнуйтесь. Получите своих спецов. Даю слово. Ну, хорошо. Космодром. Что это такое? Что эти люди делали? Что делала Элизабет? Ну, она... Я так понимаю, вообще геноцид хотела устроить. Теперь надо только найти это в хороших целях. Я выяснил, где он, и это хорошая новость. А плохая? Космодром прямо под цитаделью. Дворцом Карха Тьмы. В столице Карха Тьмы? Мне там не будут рады. Во дворце полно агентов затмения. Причём не рядовых, так что у многих будут визоры. Если они тебя увидят, Аид тоже. Он снова прикажет тебя убить, и на этот раз на тебя ополчится вся армия Карха Тьмы. Так отключи их, визоры. Ты же уже так делал. Всё не так просто. Много визоров в одном месте, а они сообщаются друг с другом и с Аидом. Там целая сеть. Сеть? Как это? Представь, что визоры соединяет огромная невидимая паутина, которая из конца в конец опоясывает всю Землю. Она позволяет им постоянно общаться, даже на больших расстояниях. Понятно. Так что, можно как-нибудь эту паутину срезать? Обрушить сеть? Дерзко? Да. Это возможно. Есть одно слабое звено. Показывай. Я отправлю точку на твой визор. Иди туда. Будешь ближе к месту, сообщу тебе подробности. Что же такое новый рассвет? Что за оружие придумала Элизабет? Она остановила машину, но они успели разрушить ее мир и ее цивилизацию. Нельзя, чтобы это повторилось. И еще скоро вот эта машина восстанет. Восстанет. У меня зачищены, значит, в итоге. В заданиях есть Древний Арсенал, по-моему, называется. Где она? Видите, применение этого прямого элемента. Где-то прям очень далеко. Я думаю, нам стоит съездить туда. Поехали. Ну и как мне теперь отсюда спуститься? Очень быстро. Вау. Будет весело. Ух ты. Я думала, она умирает. Я думала, это последний путь. Прокатилась бы еще. Только очень уж долго туда подниматься. Да уж, да. Мне больше не хочется вообще в логово этого зверя соваться, если честно. Ни капелюшеньки. Ни малейшего желания. Ни хрена себе. Вот это я понимаю. Спис-эффекты. Охренеть. Боже, мальчик Кондратия не схватила. Еще раз. Как бы замучили. Так, ладно. У меня уже очень много цветков. Я думаю, скоро можно будет пойти к торговцу. И он мне дашь какие-то ништяки замену на свет. Если вы помните, мы, по-моему, на Меридиане. Да. Мы встречали этого торговца на Меридиане. Он сказал, чем больше цветов я им принесу, тем больше ништяков он мне даст. С этой стороны, может быть. Нет, с этой стороны вообще никак. Музыка еще опасная заиграла. Буду бы здесь есть с кем драться. Голографический интерфейс. Кажется, предтечи таким образом определяли время. Тут не хватает топливных элементов. Для них нужны топливные элементы. Какой-то скот. Может, тут где-то есть подсказка? Мм, наверное, 12-15-18-21. Что это блю? Наверное, так. Хоча 12-й. Мы, в принципе, тоже. То есть это оставляем наверху. Попробуем наверняка 15. Попробуем. Надо поискать здесь какую-то подсказку. Понять, как это работает. У каждой стрелки 4 положения. Может, их надо расставить правильно. 18. Мм, 21-й попробуем. Есть. Да! Посмотрим, что с дверью. Ей! Вот эти зажимы удерживают броню на месте. Надо как-то включить механизм и снять эти зажимы. Мм, интересно как. Мы хотели легких производств и дешевый прочный продукт. Именно это мы собираемся вам дать. Мы заменили бронепластины на ткань с гибким нано-волокном и оснастили костюм микропроектором жесткого цвета на 400 электрон-вольт. Таким образом, мы сократили процесс, тестировали несколько раз. Я уверена, что первая партия будет готова в следующем месяце. Нужно, говорит, понять, как включить эти пластины. Все слишком сложно. Теперь нужно вставить эти топливные элементы. Ага, ясно. У меня только два из трех. Два из трех. Осталось два. Еще один? Да, этого у меня нет. Ну, эти цифры наверняка связаны с секторами круга. Ммм, где же еще один-то находится? Ну что ж, на этом мы серию с вами закончим, ребят. Спасибо большое, что посмотрели. Спасибо большое, что зашли. Очень приятно было вас видеть. И скажите, пожалуйста, где находится еще один топливный элемент? Потому что иначе я буду искать его тысячелетия буквально. Спасибо большое еще раз. Всем пока. И с вами была Ева.